Всем привет, с вами Шуха и эту рубрику отправил на проклятый аккаунт, который, кстати, беру подписчиков своей телегии. На этот раз я выбрал аккаунт с ретиком 5200 мр и с порядочностью 226. Аккаунт, кстати, только недавно вышел из Мурфпула. Ну а гостем рубрики будет начинающий стример, бустер на тампларке Алишер Нашигана. У него свой уникальный геймплей на героя, также на титанах и выше он имеет винрейт более 80%, а билд, кстати, через фаст аганим. Поддержите начинающего стримера, залетайте на твич и передавайте привет, приятного просмотра. Ну короче, ребят, у нас тут проклятый аккаунт, сегодня с нами гость Алишер Нашигана, правильно Нашигана? Да, да, все правильно, всем привет. Так вот, у нас, кто у нас Алишер? Мастер на темпларке. Вот, у нас тут проклятый аккаунт, сколько порядочных, давай посмотрим. 226. Так, ПТСов 5000+, наверное. Сколько тут ММР? Да, 5100 с лишним. Жетончики есть, давай на мид пока что нажмем. Поиск и чуть-чуть вопросиков, чтобы ввести в курс дела для зрителей. Как давно вообще играешь в Доту, сколько игр на темпларке и на каких вообще рейтингах играешь? Вообще, я в Доту играю лет 5. Началось это с того, что я играл в КС, и меня просто друг позвал в Доту. Он меня позвал, начал кликать что-то там, что-то делать. Что-то пошло-поехало. У меня еще старший брат в Доту играет. И что-то я у него там спрашиваю, потихоньку он меня там обучал. У него на тот момент было сколько? 1500 ПТС? Ну ты обошел уже его. Да, я уже обошел. Он сейчас уже давно особо не играет, он сейчас только в КС. Вообще, какая история рейтинга? Впервые я откодибривался на Стражика, по-моему, да, вторая медалька. Потом я решил такой, блин, что-то несерьезно, хочу новый аккаунт создать. Создал новый аккаунт с другом, и вместе дошли до калибровки. Получается, первая такая осознанная калибровка, это была легенда. То есть 3000 ПТС. Это еще пик был, когда No Name появился на Ютубе. Я по его гайдам прощал пнуть за 4000 в пати. С игрулом, который я не играл, да, еще тогда. Да, еще не играл. А как ты вообще к ней пришел? Ну где-то увидел или что там? Давай вот, плацца. На четвертый я остановился, и подумал, что, блин, что-то не хватает мне Мантикинга, на нем я особо не могу тащить уже. Где-то в чате в доте увидела, там, продаю коуч на Тэмплар Ассасин. Типа 100% дойдешь до Иммортала. Я такой, блин, а может самому научиться, но денег нету, но научиться хочу. Поэтому я пошел на Смур свой и начал пытаться учиться на Тэмпларке играть. Вроде там так и пошел-поехало. Сыграл 2000 матчей, сейчас у тебя на аккаунтах на Титанов по 90 винрейт, да, там по 90 процентов. То есть в целом серьезный тип на Тэмпларке, плюс у него свой геймплей. Посмотри, самое главное в проплитых аккаунтах это размутить союзников, и нельзя их мутить до конца игры. Точно. Смотри. Опа, один не в игноре, один в игноре, один в игноре. А, только один в игноре был. Только один, да. А, врагов? Нормально. У врагов вся команда. Вся команда. Сейчас посмотрим, это еще не показатели. Вообще, самые ужасные игры, это не только на аккаунте с низкой порядочностью, самые ужасные игры, это на смурфпульных аккаунтах. То есть для тех. Да, тут еще, насколько понимают, это еще и смурфпуль. Только вышел, он только вышел из смурфпул недавно. Тысячи матчей надо отыграть, чтобы оттуда выйти. А, у нас стырили тампларку? Надо было фпшить по этому мужика, а не оставлять на ластпик. Да я что-то думал, тут особо не пикают ее. Пикают, как видишь, пикают. Ну, возьми что-то другое. Так сказать, сыграй на чем-то другом, потом пойдем на тампларке. На чем там ты еще играешь? Интересно. Вообще, керри-плеер, по сути дела. А, ты керри-темпларка, что ли? Дмк, возьми своего что-то, коронного. Ну, уже давно не коронный. Кто-то на князя могу здесь играть. Давай, давай. А на князе ты играешь, да? На князе, да, более-менее играю. Но сейчас играю на нем больше на четверке, и будешь я тоже на четверке на нем. А, то есть ты играешь вообще на керри, бустишь на четверке и на меду на темпларке. Это вообще, да, такой? Да, то есть бущу я на меду и на четверке, а на мэй не играю на керри, если получается. Но там обычно сжимают у меня роль. А, знаешь, вот эти эгоисты сидят, фп-шат керри. Невозможешь сыграть. Эгоисту. Есть такие ребята. Там от 6500, когда уже начинается этот вот рейтинг, где ты друг другу в команду выбираешь типов, там, конечно, да, на керри сыграть нереально. Ребят, хочу поделиться с вами одним интересным сайтом, на который я сам частенько залетаю в перерывах между записей. Здесь множество игр, например, есть игра, где рыцарь открывает двери, суть которой проходить уровни, не нарвавшись на дракона. А вот в режиме краш, ваша задача предугадать обвал, и как можно ближе к нему выйти из игры, забрав свой кайф. Также на сайте имеется лайвчат, где можно пообщаться с другими игроками. Сайт полностью надежный, что подтверждает множество отзывов и официальная лицензия. Ссылка будет, как всегда, за крепи, но не забывай, что это азарт, тут можно как и выиграть, так и проиграть. Поэтому вылетать нужно осторожно и на деньги, которые готов потратить. Удачи! Поэтому мне проще там взять, знаешь, четверочку Клинкза и пошел-поехал. Ну слушай, Клинкс сможет жрать-жрать, но все равно иметь 10 тысяч на 30 и внести импакт. Я не знаю, герой какой-то слишком сильный, как будто бы. Да, ему достаточно одной шмотки. Звумя он становится еще сильнее. Да, с одной шмоткой он какого-то грим срока за секунду убьет. Рано, next fp шну. Потому что, знаешь, я вообще забыл сказать, обычно надо fp шить. Знаешь, чтобы было сложнее играть и интереснее. Угу. Под ласпик это еще, ну под ласпик такое. Погадать мастер-класс надо против контр-пику сыграть, согласен? Согласен. На самом деле, что под контр-пиком этом парке, это... Киргер, наверное. Да, хускар очень неприятен. И может быть чуть-чуть неприятен, грамотный вайпер. На самом деле, это сам понимаешь, что там люди грамотные. Ну, вайпера никто не пикает сейчас, я не знаю, если выйдет вайпер, это будет очень странно. А как тимбер, кстати, вот мне интересно, тимбер часто пикает. Тимбер, на самом деле, примет для тебя. То есть у тебя точно есть крипы, и как только ты видишь, что на нем, кстати, спальню, ты подходишь к штучку с молодой, и у него просто по лице отваливается. То есть не такой сильно, как кажется на бумаге, да, что тимбер, а там темпларка может вынести. Да, вообще не так. Нет, работают. У тебя псевд есть, ты по нему заряжаешься всегда дамеджем чистым. Ну вот, знаешь, я на мажоре видел, как играет на темпларке, просто покупает fast shard, и там, я не знаю, с этими трапами нереально душат. Ну там уже, знаешь, пятером начинается дота. Там вся команда на игра. В паблике навряд ли прям так получится. Ну, shard, мне кажется, нереальная вещь на темпларочку. Это очень сильная вещь. Поэтому я, когда играю на темпмарте с agonium, после agonium покупаю agonium shard. А на дыма что ты берешь? Потом докупать дизоль. А, то есть ты берешь agonium shard, а потом дизоль. Да, да, да. Только фурион покажешься. Я сказал то, что я не фурион, а крей тинкер, который может пушить. Окей, 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 найс, найс, най, джи, джи. Да. А больше нельзя, представляешь? Блин, тяжело будет. Слушай, а плевок-то немало мана стоит или что это? Подожди, а огненные стрелы и плевок в одном? Короче, это ты кидаешь плевок, и в этом прикидке у тебя огненные стрелы идут. Я сказал, герой выходит или там юнит любой, выходит из этой жижи, на нем еще эффект остается. Не подожди, а если ты просто крипа бьешь, огненные стрелы не работают? Вот просто сейчас от крипа ударишь. Ну, на него опять от этого сидела. Сейчас бьем, не работает. А лужа там длится еще какое-то время на герой весе. Да, да, да. По-моему, 3 секунды. А, и что ты ману не тратишь на огненные стрелы? Ману не тратишь на огненный стрелы. Не ожидали? Я тоже. Я буду активным. Давай-давай, сейчас за 20 до 30 закончу. А, ироу. Вообще, фишку хочу показать. На Клинзе это практикуют. Это Топсон показал. Ты короче, покупаешь шоу, стоишь вот сюда и кушаешь крипа вот здесь. Пошел компан. Да, 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 да. Спасибо, добрый игрок Релакс, пожалуйста, блядь И ты думаешь, почему у тебя нет уровня Почему я не салон Почему я не салон Я не играл в позицию 4 Почему я не играл в позицию 4 О, черт Какая жесть Я верну, типа Так, темпларка Фантом Кстати, темпларка керри Я забыл фантопу, блин Короче, хлопа Ну не такая уж и неприятная, ездит стоять, смотрю против КП, но может он и не так хорошо играет на ней, но в целом вообще никакие проблем нету Ну, да, как будто он слишком пассивный Я не знаю, где его мана По-моему, по-моему, я ни разу не кинул кортик Один раз, по-моему, был Кинул, кинул, кинул разок Как будто он слишком много нажимает стрим Вместо, чтобы души, да, с третьим дрочком Да, да, да Пассивную игру показывает Так, стрейк, да, получается? Значит, мы не максим второй спелк Нет, мы его максим, но на шноладе обязательно должен быть в один ручку А что он дает это? А, короче, доп... Ну, первый спелл летает, вот это, правильно? А, нет Как раньше А, короче, тебе дают такспит большой Тебе и 12 летом С ультимейта Он тренчал крип И убил его То есть с инвиза вышел Тычку дал и нажимаешь первый спелл, да? Да, вышел с инвиза Начал с второго спела И на второго спела Да иди на полвоёб Он не говорит к тебе Почему ты продолжаешь говорить? Ставь говорить к мне Я не говорю к тебе Эй, но ты нанесен, чувак О, я согласен с Люкану Он говорит, что ты очень надоедливый тип Это невозможно Я согласен, я таких обычно мучаю сразу Он говорит, что он тебе не отвечает, зачем ты с ним разговариваешь? Сколько можно? На шестой левел, есть медалька Можем выйти гангануть куда-то Я бы подумал над тем, чтобы бот гангануть Но там и так всё отличается На руну, да, нужно взять активку Да, да, да Если будет активка на топе какая-то Начало подумать Ты такой бустерский манёвр, да, сделал? Все варды выкупил и под себя бучик ставить Да, да Я вообще не брезгую вардами Что на керри, что на миду, что на тройке Я поддерживаю Я тоже когда играю Я сам покупаю, оставлю Вообще можно здесь подавить эту копу Она по-любому сюда подойдёт Давай, давай, может блик потратить? Да, 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 я тоже так думаю Ладно, пробить её можем У него блинка нет, прикинь Нет, есть Хотя Да, есть, есть Я сейчас линию запушу Пойду гангать Сейчас надо будет орать Смотри Ой, блядь Ладно, я не знаю, что в этой игре должно произойти, но блядь, но это мразь на подме, это просто пиздец Кого убиваем, ты парку или акашу? Чьёл, алкаш, от слова совсем Я бы скатом парку Если у него нету мода, блин, у нас фотос Ну мы потратили На самом деле то, что я сюда перетянулся, это тоже ок Я из ската, я могу подпушить Да? Да, да У глинзала очень много дамаджа, потом он ран Ты чё, пришёл пофармить? Я спушить пришёл Кто спушим с тобой? Не, нахуй, не надо, иди качай Нахуй ты ко мне приходишь сюда на седьмой Я снова хочу в Наташку выйти Блин, я ботова не приложу Ладно, мне запурили арканы Там шестой Ланавин здесь фармит А у меня нет шестого Ты особо не нужен Кто спушим теперь? Теперь это можем? Хорошо Ну да, всё нормально Открыл А теперь всё нормально Так Ну не слушай, нормально, нормально Да, герой нечестный на самом деле А ещё этот появился у тебя Соляр Идалечка Да, да Я сейчас дождусь активки Приведу себе кларетку на всякий случай, если я не смогу законтролить И пойду гангать, скорее всего А чё дальше орчит? Да Дальше он вообще делаю Я снова пойду бот, потому что у меня в Вижентапе стоит Я его вижу Оркит и нулик, да, берут? Ну вот этот вот сетап вроде Нулик на коровом клинзине сразу берут Его обычно докупают там Шмотка 4 или 5 Ну да, да, да Я имею в виду на четвёрках я видел, что берут вот такой вот закупку У тебя потом оркит и нулик просто И ты докапываешься до одного чела и он умирает 100% Да, да Просто почему-то четвёртый сразу нулик покупает Потому что у тебя в марме меньше А к этому времени уже у спортов сайпайтом и есть А по темпу вот этот коров клинз он намного быстрее Поэтому у тебя есть возможность купить там драголэнс, бкб, шпусом, дедаус Значит, медалеку мою на катапу и сами пушим Ну смотри, ты вроде столько пробегал, но на творчестве такой хорошенький 5000 Да, да За счёт кила, как минимум двух, у меня большой нетерс Кату мне не в паду отдать, потому что дэмэдж у меня и так большой Чего хотел? Я не знаю Офигеть Казалось бы, что сейчас все должны упаковать, да? Убить, а тут оказывается на развороте можно ещё и оформить Да, у меня третий спелл хп дает Тяжело бить Ты пароваешь, да? Да, да, да Ты можешь крипа схавать и скелетико, да, схавать Так, скелетико тоже могу схавать Я ПТ-ку куплю, потому что очень сильно бустит по дэмэджу Потому что дэмэджу очень долго А ПТ-ка своим поддаст ещё Ну а так спит какой-то Потратит блинк, она умрёт Блинк в единичку Так, найс Она байбекнулась, надо пытаться выйти Не-не, тут уже никак, да Ну это неплохо, неплохо, неплохо Накаша байбек, она пострелила гаудбул У меня разделила башня Разделили, да, да, то есть Килл она не получила Лопать трубу В это время у меня лекан качался всё время И акцию бить Лекан нормальный тип пуля, да, вон там Видно было, линию выиграл, я её попытался с ландаром в чувство привести В целом неплохо, не, ну герой такой, да Блинкс мощный на самом деле Даже захотелось затестить его потом Я бегу на ноге Не, ну он же не убьёт её Или убьёт Не, не убьёт, никак Но надо было ещё пару тысяч дать Да, да Либо чуть-чуть меня дожаться Аааа, на кого-то ударил с инвиза, того и скелетики бьют, да? Не поменяет наргет? Впрочее, когда тебе дают второй спелл, на того тортится скелетик То есть, если во время файта стоят скелетики, я даду спелл условно, для срока, когда до этого начал таска То скелетие переключится на того, на кого я тянут Ааа, то есть на кого ты в моменте нажал второй спелл, на того и будет, в центре, походу, стоит Да, я знаю, он сломал только что здесь, опс Ну, можно и скелетика ставить, да, сейчас появится Секунда Так, найс Ну, гост себе купил, прикинь Умный Не помогло, правда? Клинкс это герой темпа На самом деле, даже если у него нет темпа, он очень легко камбэкает Минуты из пятнадцати, я бы сказал То есть, до двадцатой минуты, он в любом случае будет сильным Им достаточно одна шматка Да, но ты знаешь, всегда можешь драки подсосать килл Ты можешь там где-то ворваться последним или саппорта там технично вырубить Да, да То есть, герой такой, очень интересный Тут, конечно, нужно позицию уметь держать И знать, где бегать Прямо сейчас я в боте нужен, там будет пайт, скорее всего три на четыре Топ-па, байбек на байбеке Слушай, сразу видно лоупорядочность на аккаунте А, то есть, даже так можно покинуть с него, да? Да, можно Мэджик дэмэдж А нет, физик дэмэдж Слушай, а ты со Слордаром прям вообще минус броня и Солорд там, ну Да, герои не живут Не, ну Клинг тоже интересный персонаж Он плюс сейчас плюс, ну как знаешь Не скажешь, что совсем в мете, но пикают Да, пикают, особенно в фабах Это герой для Соливарни Не важно на композиции Клинг в самом принципе всегда в мете я заметил Он что, до этого, когда у него мараж был очень сильный? Что сейчас? Просто сейчас он стал более активным Сейчас да, он какой-то такой более... Персонаж, который любит подраться А чувак здесь делает Понятнее? Можно будет уже закончить на самом деле Забирать внешние товара, а едят с их г Гоу рожь, гоу рожь, гоу рожь, 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 ликантроп, гоу рожь Сейчас опасный момент, сейчас должен быть тимпайт скорее всего Ну вообще за стан с лордара там на гос развести его Я пока ничего показался Все здесь, все здесь Ну акаши нет, да Тогда я могу сломать просто Слушай, а почему сейчас один скелетик появился? Потому что я сел его через эту штуку С ультимета у тебя два получается Еще третий может стоять от деспакта Командой без меня солят Подожди, деспакт наоборот же хавает скелетика, нет? Да, схаваю крипа и оставляю на месте его скелетика А, а если скелетика схаваешь, то ничего не будет? То обновиться То есть у него там пол хп станет пол хп Она умирается Это что было сейчас? Понятия не имею Пойдем рошину заберем Но скорее всего вроде сдались на этой порядке И уже хп стоят Да ты кстати на такой порядке вообще Часто играешь? Вообще не часто Ну бывало Да, бывало Там по бусту И то, знаешь, я скидывал такие заказы Сначала ты пробовал, а потом понял, что нет, что-то впадло Наверное, прайс дороже на такие аккаунты Да, да, там прайс сразу 50% Плюсом Да, тут же, знаешь Тут же ментально слабые ребята Могут сдаться Вот, видишь, байбекаться в каждой игре Просто там пойти, сливать могут Так, ну тут челлендж без смерти не получился Я даже тебе про него и не говорил А, я кстати забыл Оставим его на темпларку Все-таки, знаешь, такой челлендж он сковывает игру Надо все равно свою катку играть Если получится, получится Нет, нет Тоже верно Но в идеале, конечно, выполнить Вот так вот, как я говорю, за 20 закончили, прикинь Вообще, в этой мете, блин, за 25-30 считается быстрым А тут вот тебе за 20 Потому что, знаешь, кг, блин, бить сейчас очень сложно Миллион глифов Хорош, парни, хорош, это Клинкс Лучший Ну ничего, первую катку сыграли Наверное, еще и мвп дали за эту катку, я так думаю Сейчас чекнем Должно быть Нет, ликану Да, ну ликану тоже могу дать Да, тут вполне Так, дэмэдж Топ-1 Сколько минут? 20 минут Да, топ-1 По вышкам тоже топ-1 Единственное, что ты от ликану Это только по По надворцу Интересно По какой схеме Доту судила Но я думаю, если бы ты не умер бы То тебя дали бы корону Вообще, расскажу, в чем прикол билда Билд заключается в том, что Очень тяжело, вот, людям, знаешь, играть 1x5 Бывает Бывает Такое то, что команда там в линии проиграла И бывает Такое то, что на этом парте Ты через обычный билд 1x5 не сможешь ходить Вообще никак Там вроде будут Своё навязывать За тобой гнаться по кладону И ты, ну, рано или поздно Зажмешься на хайграунде Да А через загоним У тебя есть возможность Как скрипать пачки Как фармить Как сумасшедшие То есть ты можешь трап поставить На двух иншей На свои и на вражеские Во-первых, отжимать врагов фарм Всегда будет в плюсе по экспе Там тысяча плюс опыта в минуту будет И в это время, пока ты фармишь Или сплитишь условно вышку Если ты увидишь кого-то на трапе Герой умирает Слушай, ну а тут по твоей технике Нужно всё-таки научиться Грамотно трапу, да? Расставлять? Да На самом деле, вот сколько людей Пытались учиться у меня Наверное, человек двадцать Научилось только три человека Да, потому что И то, три человека научились Это люди, которые играли на тинкере А, тинкер как? А, ну типа ты мечтал летать как тинкер из-за этого? Ну, по сути дела, да Ещё какая фишка с аганимом? Вот, я съел аганим Можешь лететь из мода Потом я молот откуда-нибудь Я уже лечу Прилетел Лишь мода ударил Ударил и ударил, да? Ударил и ударил, да? Ударил и ударил То есть ты можешь где-то убегать от кого-то Спрятаться в кустах В инвизии И на трапу улететь Прям с инвизии Да, то есть прямо во время Пайта основная я в топе За мной гонятся герои Я улетаю просто отсюда И в боте героя убиваю А этот, применяешь технику добивания через трапу? Конечно То есть Капа заданай Одна нафиг Вообще каждый день это делаю Потому что я постоянно смотрю хайлатики Там вагомама постоянно такой фильме страдает Да, вагомама ГПК Кстати, покажу сегодня одну фишку на этом парке Блин, не получится прямо сейчас Потому что поиск игры идет Играя за свет, ты можешь стакать кэмп через опс Да Ты типа донавить его? Да Представь то, что вот Я играл на свет башкам, который я стакал на где Да Я просто ставлю опс туда Там есть местечко такое Которая любит использовать игроки Я знаю, да Но возле речки сверху Да, да, да То есть возле компа Просто дает штычку И видишь Я зарядил тычку Всего это прошел Но дэмэджа нету Да Но крипы заагрятся А, нифига себе Я такого еще ни у кого не видел А ты сам это придумал? Да, да Нифига, ну ты реально такой прям Новые фишечки о тампларке Первый раз такое вижу, тоже слышу Если получится за свет сыграть, я покажу эту фишку А раскачивать у тебя какая? То есть ты вообще Пси-блейды максишь или как там вообще играть на тампларке? Псс Я вообще до восьмого левела в однерочку пси-блейд Я всегда на четвертом беру себе мод Исключение может быть пак, снайпер, вайпер и акаша А че, разве снайпера нельзя на шестом убить просто за трапы? Можно, но я говорю то, что пси-блейд двочку берешь на четвертом вместо молода против снайпера А, да, ага Опа, нашли катку А так пси-блейд мы берем на первом левле, да? Так, смотрю ты именно по твоему гайду на первом левле пси-блейд надо качать Вообще не всегда Можно хоть мелд, можно хоть рефракшн, хоть пси-блейд Если ты хорошо поставил линию крипы на твоем фрейграунде То можешь взять пси-блейд, чтобы пробивать врага Если у тебя милищник на линии стоит, можешь взять мелд Ага Если про тебя стоит условный эсэф или там герой, у которого тычка больше Пойдешь рефракшн, чтобы просто закрестить всех четырех крипов Я видел, как тот же Миракл вообще моду вел, знаешь, на темп ларке против какого-то эмбера милечников Брать сразу блайтстоун и мелд на первом левле И он просто дает тычку, две-три тысячи с молда Да-да, я тоже так делал Но против мейбера сейчас, на самом деле, тяжко так делать Куда проще пойти через пси-блейд и пробивать его То есть, все равно на трон лавле берешь или на первом Но в это не упорываешься Я все-таки люблю стады взять Так, ну, урок мы достать с первой игры Вычли, да-да-да-да И тут уже фпшн Кстати, не забудь размутить союзников Я разбудил? А, нет Раз Так, Элидана тоже обязательно Элидан Даже аватарка Элидана Ну, если это мод Элидана, то сейчас будут разговоры Так, как тебе драфт, пока что? Брафт Так, вроде ничего опасного, кроме этого Элидана, который тебе может светить Ну, у тебя есть вроде талант, который снимает На млд-талант, который снимает, да? Да, отрицательные эффекты Помню, раньше Куму на Templar играл через манту и диффуза с миды, короче. Честно, ни разу так не играл, и вообще не понимаю манту на Templar. Манта, диффуза он покупал. Но это было года три назад. Ну, тогда, может быть, и имело смысл. Я просто, в принципе, на Templar как раз я только года три играю. Так, ну кем тебя закроют, интересно? Ну это, навряд ли, Тимбер Мид, Тимбер Харда, скорее всего. Раззор. Раззор. Герой неприятный, на самом деле. Интересненько. Вообще, сразу куплю... Кстати, ты за свет. Да. Да, да, ты за свет. Фишечку покажешь нам свою. Да, да. Еще какой у меня на Templar. Короче, я буду стакать этот кемп, но на Штаноле я его заберу, и больше никогда не приду в Большой Лес. Не приду, потому что герой обязан качать двойку. Он это делает легко и быстро. Да. Вообще невыгодно качать Большой Лес на Templar. Исключение, когда тебя выгоняют лес. Все. Вот про какой Март я говорил. Ну вот этот вот, да. Да, 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 вот этот. Надо поставить поближе. Миду? Рефракшн появится в один момент на втором левеле. Ну, первое все равно будет кост, потому что он будет стат резать. Хоть даже с фрифракшн чуть-чуть. Вроде как. Вроде ясно, но это бут режет. Это если бы я был с его веком, тогда бы он режет. А, ну да, да, он тебя же порежет, получается, ловкость только. Слушай, молд так маном, она требует офигеть, можно 35 всего лишь. На самом деле в этом парке очень неимбово, если вы по плане моно-кост и импакт. Что трапа стоит 15 маны, что мелд очень мало стоит. Ну, видишь, она не такая мощная, поэтому ее не пофиксят, я имею в виду в плане то, что на про-сцене она там без шансов не выигрывает игры, поэтому ее фиксить не будет. Ой, слушай, нормально ты его прогрел-то. Смолда хочешь дать? Бэмс. Хочу. На фейрик развели. Слушай, оаа. Он уже сейчас откинется. Ну это не дотянется, да, молд? Да. Ой, точнее, пси-блэд не дотянется. Слушай, нормально ты его прогрел. Прям такая лютая прогревка прошла сейчас. Слушай, бутл покупаешь на темпларку вообще когда-нибудь? На мэйне только. Просто считаю, что кларетки куда профитнее. Потому что ты быстрее получаешь себе там сапог или бэнд и тут же его реализуешь. А темпларк ты почти не проседаешь по хпшкам. То есть ты бот обычно берешь для маны. Ну да, да, да. Я про это не веду. То есть можно обойтись с одной клареткой. Слушай, оказывается, тимбер вообще страдает от темпларки? Да, да. Блин, ладно. Откажусь от роны чисто ради того, чтобы показать фишку. Встаем сюда на 50-й секунде. На 55-й бьем. Ип загрязь. Идут за мной. Звук пока есть. Не, ну прикольно, слушай. Вот редко, знаешь, от ребят, кто на одном герое очень много игр игр играет, например, или сыграл, увидишь какие-то такие фишки. Да, есть какие-то фишки? Вот прям такие лютые, редко попадаются. Потому что, знаешь, на всех героях обычно уже всё-всё знают. Тоже верно. На этом я, наверное, уникальный. Потому что у меня свой билд. И такую фишку тоже вот недавно придумал. Да, твой билд очень интересный. Хочешь посмотреть в деле, как это выглядит. Фастагадим тупо. Надеюсь, получится. В первой доте, кстати, на темпларку покупали фейзы и дизоль. Честно, не знал об этом. На вас так, ну всё. На этом я, наверное, прекращу стакать. Потом просто в один момент заберу эти стати. Теперь я могу управляться очистовлению. Вон, первый доте, смотри. А, ну вот, да, нажал. Не, не покосло, но статуи атрибуты ловкость чуть-чуть подрезал. Да, ну, ничего страшного. Refraction блочит весь дэмэдж. Так, обозим. Я сразу поставлю себе сентри мид, потому что бх, если не купите. Он без брони пришёл на кибири сюда. Он может умер. По крайней мере, пробился. Очень сильно. Кстати, это ещё прикольно темпларки, то, что когда ты запушил линию, можно крипчиков своих бить, половинчатых ехать, да, пси-блейдами? Да-да, можно душить под вышки в ракахаха. Он вангвар себе купил. Интересно. Такое чувство, как будто даже вангвард не поможет против пси-блейдов. Да-да. Я сейчас его сфоти, скорее всего, не буду убить, пока есть хоть какой-то армур у него. Как только она у тебя появляется, обязательно ставишь на программу противника. 4 кила у врагов, у вас 1 килл. Линии, скорее всего, сайды проиграются. Это интересно, наоборот. Возможно, тебе придётся в соло-игру выиграть. Скорее всего. Закажу ещё одну сантрю, наверное, тоже опус, потому что они скупают. Сантрю для того, чтобы раздеварить его будущий сантрю. А по-любому её куплю себе. Да, вот, она уже с ним. Чуть не хватило. Он умрёт? Он умрёт, скорее всего. От бары. Тут ещё и SkyMak подъехал, смотри. Да, да. Нет, не умрёт. Да, но с N4 его я веду. Охо-хо-хо-хо-хо. Душнила, ну, в гостаке за фаррин. Да, да. Какая пляска здесь происходит. Смотри, идёт на баха. Он знает, он знает. Он знает. Ему нашептали об этом. Да, икс пущу, подпырил, смотри. В смысле они стоят меди сейчас 4-2, здесь. За мной баха идёт, но он мне не помешает. Так, что, колечко на ману подъехало. То есть, от пуша у мид, бьём тройку, да? Конечно. Очень много с этого можем иметь. Правда, то, что подушили чуть-чуть меду, я чуть-чуть просел по Некросу. Я бы мог понаглеть, убить Тимбиро там. Должен был. Ну да, там вещь, Разор. Ну, ты вообще его убил бы, если бы не Разор. Да, да. На самом деле, я псевритом не попал. Это было, вторым псевритом-то не попал. Мне они интересуют, то, что там происходит. Да, да, да. Свой геймплей, свой план. Бустерский подход, ребят. Что ты пингунешь на меня? Надо было с тобой стрелять против грипов. На самом деле, наступит лейт, и они ничего не смогут. А может Тимбир особо бесполезный будет? Разор тоже свой актуал не потеряет. А у меня Груда, которая в физику пойдёт, то есть, там, валент, с Мидаса. Ну и Ситтер сильный тоже выйти. Скаймага, может, надо убить? Да, да. Скаймага. Залёшь, Ману, на пугне? Неплохо. Сейчас самое главное отпушить капу. Тебя, может, засыпать, мухми. Может, но не хочет. Если больше кань четвёрка стакать, то вообще, наверное, идеал троечку. Да, да, агоним на десятой, и игра закончена на двадцатой. Но здесь, агоним, скорее всего, на тринадцать тридцать будет, около того. Ну, задрот, а ты пларок увидит, видосик, и, я думаю, тоже попробую твою стратегию, потому что она всё-таки интересная. Попьём, что-то новое. Ну-ка, нас, мол, да. Бара, даблкил, неплохо-то капнулся. Надеюсь, Сентри стоит. На самом деле, ещё есть такая проблема, как мисклик. Можно по трапе мискликнуть. Вот сейчас мискликнул по трапе? Да, да, мискликнул. Надо выходить отсюда. Слушай, тролль у тебя докопается сейчас. А, меня пугна под север. Живи. Пугну всё-таки порезали, насчёт захилы маны. Уже не так часто стали пикать. Пикать всё равно, но вот с котлом намного лучше мидером играть. Котёл сейчас намного сильнее стал в этом плане. Ты турик вообще смотрел? Посмотришь про доту? Финал смотрел. Но так, в целом, другие матчи не смотрел, да? В целом, на этом смотрел ещё Бэтбум и Гладиацию. Ну вот, Бэтбум, ты смотрел матчи, Бэтбум, ты видел там, что они играют Шторм, Коттл, Эмбер, Коттл, бегают два саппорта с мидера, они просто кошмарят всю карту. Да, да, это очень сильно. На самом деле, я тоже так играю, у меня есть свои тиммейты. Мы так иногда заходим, поиграть в Рапатурике. Тоже пикно, там котёл полно на пятёрке у меня сидит. Слушай, а сколько трап-то можно поставить? Ну вот, с каждым левелом всё больше, я так полагаю? Да, да, то есть на первой уровне у тебя пять трап, потом восемь, потом одиннадцать. И Шард ещё даёт дополнительно четыре трапа. А, он даёт ещё и Сало, ещё и плюс трапа, да? Да, ещё и Вижн даёт трапам. Поп-обзор 125. Я видел, как Ниша играет на темпларке и пушит, он когда пушит, вокруг себя четыре трапа ставит, Шардон. Да, да. Там, где именно пушит, у него тупо стоит четыре трапы. Ещё знаешь, очень приятно играть против Энигмы, Шейтера, и ты, когда пушишь, просто трапу под себя ставишь. Если герой влетает, открываешь трапу, и там Блэхо прекращается, или Шейтер перестаёт, рассказ давать свой. Да, да, это тоже интересно звучит, на самом деле. Что типа ДФМ, тут двое пока. Как будто впадло это дефать. Но на самом деле могу прилететь. На ком левеллит этот талант? 20. А, блин, тут не скоро, я думал на 15-м. Здесь Вишн стоит, какой ужас. А, трек. Не, не, на тебе трек. Да, да, Вишн. На тебе трек, ошибочка. Но он умереть должен за это сейчас. Убейте его, он без ультимейта. Не убьёт его. Да, на Сикере долго ФК стоял. Надо бы сразу на Сикере разворачиваться и бить. Сложная игра, слушай. Интересно, что ты будешь делать. Ну, бруда вроде камбэкает. Мне самое главное дожить до двух шмоток плюс. То есть это вот поверх гримшарда. Как минимум Дезори Блинк нужен. И тогда я скорее всего выиграю. Учитывая, какие билды у врагов. Ну, скорее всего, да. Это будет победа. Сейчас возражусь, оставлю трапку на базе. Но ты не заметил, что на тебе трек? Я как раз про это специально говорил, что на тебе трек висит. Я подумал, что он спал уже. Там, по конец уже я попался под трек. Он стану в молод, если кастрюля подойдёт, она умрёт. Гобим? Красиво. Ты точно, наверное, где на базе стоял всё это время. Да, я должен, чтобы стопнуть. Я нам должен продаёт. Я вижу. Здесь выживай три. Йола есть. Всё равно должен выжить. Ничего, тема это спасло, главное. Можем бить. Это медленно. Пугаешь его. Опять трек обновил, вот бы убить его. Очень было бы хорошо. А, нету, не попал до 100. Я здесь трапку оставлю, или что на мид сейчас? Надо им пылышку сломать. Не, ну мобильность, конечно, жёсткая. Да, да. Когда у нас вообще с какой-нибудь троллей докопался, а трек закончился. Ну, здесь в центре стоит, когда проблема. На теории ещё могу попасться. На троллю плевать, он за ситером гоняется. Вальнен сюда был прилететь каким-то чудом. Неужели засадят? Он неправильно сделал. Ну-ка. Ай-яй-яй. Ну, он горит, понятно почему. Видимо, он выиграл линию, ушёл. У ёбище стояло 6 минут или 7 фрифарм. Полный, блядь. Всех хрипов, отводы, фулл экспам. Да, да, я понял, почему он горит. Типа, знаешь. Главное, перед тем, как ты улетаешь, не забывать на базе трапу, да, оставлять? Да. И, в принципе, когда прилетаешь, не забывай обновлять её. Прилетел, поставил обратно. То есть ты прилетел на сайт, поставил туда же трапу, чтобы можно было ещё раз прилететь, если улетишь. Да, да, да. Очень важно контролить трапы. В этой игре очень плохо получается, видимо, волнуюсь. Вообще, я должен был поставить трапу ещё у них в лесу. Это опасно, там тролль постоянно, ещё бх есть какой-то. На биткамп могу поставить, не накажут за это. А пику будешь брать здесь, кстати? А пику нет. Я ещё из-за бруды путаюсь, а сетки и трапы, они одинаковые на мапе. С ИО он, БКБшкой. Проблема. Вот это, что трапа долго не висит, сложно. Опа, все бегут тролль сзади, смотри. Вижу. Побил, улетел. Найс. Успел. Я сам из тебя больше переживаю, чем ты за себя. Всё, что я делаю, сейчас даю время с ним и сикеру покачаться. А всё это время прифармить. Ну да, если так затянуть, в целом может нормально исполнить. И при этом у меня всегда было шмотки. Наверное, если бы не было кого-то БХ, то бы, наверное, ещё более на грей играл. Да, 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 это правда. Так, скипнули пачку, можно на троечку. Трапу там ты оставил, да, на миду ещё одну? Конечно. Здесь, fight бессмыслен, но я здесь не уру. Ты же вздыхают, нет? Должны, должны. Блин, какой вы могучий тролль, слушай. Ну, почти. Но бабришка есть, слушай, бабки-бабки не проблема. Да, бабки не проблема, но... Мне тут слишком много их надо. Но я дойду до этого. Должен дойти. Как будто бы ты один здесь демоджердилер, учитывая, что сикер байбекается. Хотя бруда может ещё что-то будет делать. Бруда через минут 20 что-то будет делать, не сейчас. Что я не могу убить у него? Ладно, наверное, ты один попробую сомать. Ну, может, вы получите подловить. Что тебе кто-нибудь так сделал, бруёв? Можешь объяснить. Я вам теоретически. Тебя видит. Здесь одна механика. Я, короче, нажал во время телепорта БКБшку, и это нельзя отменить. А, и ты сейчас из этого прожал БКБшку. Да, да, да. Я не хотел нажимать. Я на работу стоит центра, короче, на скале. Ну, пожалуйста, на КД. Да. Есть. На КД. Хотя там Колчан был очень приятный. Ну, Колчан, слушай, ты вот Скаймага вырубать просто с Молдой. Скаймага и сквозь топры. А, там же, да, да, да. Тир-3 сейчас шмотка? Да, Тир-3. Согласен, колчан был ужас. Могу умереть. Если он справа стоит, где-то сейчас пробегал. Возможно, и выскочет на себя. Ну, что меня не убит. Один никак. Ну-ка. И он еще потратили. Но, тем не менее, на тебя нападают так, но и здесь еще убивают пацанчиков. Без шансов причем. Бей его. Раптунок и накинь. Почему? Блядь, почему где вы? Где вы, блядь? Ну, мы пиздимся минуту. Почему? На меня здесь напали вдвоем. Я улетел оттуда. Тебя, блядь, агони им. На деле замедлил, и он просто сдохнет. Один тролль. Он один тролль, один тролль, один куда-то. Он один, он его на боевую. Бежо, с ним водится. Слишком много. Да. Мне вообще не варить драться. Вообще нет. У него супер много. Ну, как такого тролля убивать, блин? Слушай. Катить надо просто его. Не встречаться с ним. Его, скорее всего, надо просто всей команды убить. А доубить сначала его команду, а потом его. Да, да. Раскидать Тиму, а потом уже с ним разобраться. А, тут Дайдалус и... Этот 0, да, нам нужен? Пока думаю. Если получится Дайдалус и хорошо дожить, покуплю Дайдалус. Я ТП из на Тимира, надо убивать его. Ой, хороший пинок. Очень хороший. Так, ну слушай, ты Мэл взял талант, уже трапы и тому подобные штучки. Я не трапы, а треки не страшно, так получается. Да. Под БХ надо убить, слушай, он прям так надоел. Бить хочется, но под ним стоит этот демок. Ну вообще, в идеале просто за троллем бегать. Но это тоже не сработает, потому что вы 2 лайна можете тоже толкать. Именно. Затягивать игру получается неплохо пока что. Пока все плюс-минус по плану идет. Разве что можно было быть побольше? Вам полностью похуй или что? Не, бро, все нормально. Нам просто надо дотянуть это. Нахуя, я один хочу играть с Барой. Нахуя. Можно убить крипов. Он не понимает. Я спричу себя. Он не понимает. Заходишь побить крипов, похуй на победу-то. Да, к себе стягиву много героев всегда. Это чисто приходит с крипов. Он вообще-то не в курсе, что вы никак не вывезете файт в лу-лу. Выберете вот этой штверке. Ну просто хватит, мы можем везти против них. У них там тролль слишком большой. Понимаешь то, что они нихуя вместе не ходят. Нам просто, видишь, надо сделать так, чтобы у нас и Буда, и Ситтер были настолько большими, что ни тролли, ни позор не будет. Ты там бегаешь, как и они, блядь, в одиночку. Я спричу лайны. Это заебало чисто. Тоже пофармливаю. Лучше с ними общаться, если честно. Я так предполагаю. Я попробовал, не получилось, окей. Собрал артефакты саппорта. Кому саппортить, хуй пойми. Так, ну дайдалл съесть. Дайдалл съесть, остался нудик. И там уже посмотрим. Там даггер на ловкость какой-то, я не знаю. Даггер на ловкость. Скорее я МКБ. Согласен, МКБ здесь точно не помешает против этого тролля, который постоянно накидывает фигню. Но, конечно, ты с молдом можешь сбрасывать, но все равно это не то. Да-да, это далеко не то. Ну пока тролля вижу. Тролль идет, тоже. О-о-о-о-о, да-да. Надо было буквально снять. Слишком быстро траки снять. Не как этот, рефракшн сняли? Не зря фармили. Еще тут сдохнутся. Ну тут надо затягивать 90 секунд пацанам. Ну, слушай, без СН3. Ну, в прошлый раз работал, в этот раз слишком много дэмэджа зашло. Без СН3, конечно. Нет, я просто без ВКБшки. Я не нажал ВКБшки. Был момент, когда мог нажать. Я хотел лагера вот нажать, но тебя уже били его. Пожадничал. Но вообще они не должны заходить на ХГ сейчас. То есть они глиф не нажмут. Если БАРа Блот скипнет. Ну, вроде так, здесь убьет пачку. Здесь пачку тоже. На Баре молодец. Правда, вруду перебивают у меня. Ну, эту пачку можно будет, да, вот так вот. Не все, но хоть что-то. Да, как будто бы сторону придется отдать. Ничего страшного. Да в труду точно попачусь. Вон, вот это вот друг алька на тимбире. Так, тимбиры убили. Ну, кайтить, кайтить. Неплохо их затягиваем. Туда-сюда. На ульт развести. Ну, айс, на ульту развели. Можно будет в два раза убить его. Третьего умрет. Блин. Умер, умер. И БХ умер. Главное, его не дать тэпнуться. Ну-ка. Или все-таки отпустят. Опасно. Форус, что-нибудь. Декрепифай есть. Декреп кд. Да, поддайвили, что-то далеко. Не, у него был декрепифай. Момент, когда меня начали убивать. Так, дефолтный байбек. Какие-то интересные игры выигрываешь. Какая игра. Свету не можешь. Что должно быть в игре, чтобы ты выиграл? Ну, с аганимом, да. Ну, что-то затягивает. Ну, что-то кого-то бы нет толку. Кого-то, да. Если бруда получится и как-то вынуть руку, то, может быть, еще поиграем. Да нет. Вот надо саппорт сначала 2 сзади вырубить. Он пытается компом вырубить, но бруде. Ну, все, это для меня, видать. Айфон, пофарм. Я не знаю, сейчас уехал от с углом у кого-то сколько крипов. Не, вот это очень жесткая игра была. Такая, значит, тяжелая для парки. Такое тяжело выиграть. Тяжело, но можно было. Без ошибок. Без ошибок надо было сыграть тебе, чтобы выиграть. То есть без смертей там каких-то вот этих вот. Да, вторая смерть очень сильно залишала. Вот здесь, когда я умер, я умер на 3 гаунде. В целом все шло хорошо. Кроль был больше меня. Кроль слишком огромный. Да, но мы с ним сравнивались потихоньку. Вот здесь я умер, и он в космос ушел. Да, там, видишь. А, ну в целом здесь еще играбельно. Так как будто бы можно спокойно еще и выиграть. Вот так вот смотришь. Да, да, если бы еще затянул хотя бы на минут 5, точно бы выиграл. Такие вот делишки. Че, ребят, напишите, куда еще Алиша позвать. Потому что тут, видите, он все-таки раскрыться не смог. Может, надо устроить проверку на сигнатурку. Это на трех разных рейтингах сыграть. На своей сигне, понял, да? Такая есть еще. Вот, ну и плюс он стримит. Он еще не стримит, он только сейчас начнет. Да, ребята, заходите. Буду играть на эту партию. Обязательно. Сегодня мы его записываем. Сегодня же выйдет видос и сегодня он начнет стримить. То есть это все было сегодня, чтобы вы понимали. Че, спасибо тебе, Алиш. Спасибо, Шук. Жаль, 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 что не смог, знаешь, раскрыться. Но я думаю, может, дальше получится. Да, очень жаль, но тяжело с этим сикером. Очень тяжело.